Выходной и начнем мы с развлекательно-научного сборника, посвященному украинскому телевидению. Ну а на украинском телевидении фаворитом, кто является, конечно же, Путин и кое-что, чего бы о Путине не знали. Та мало кто знает, что кроме традиционных охоронцев, российского президента охраняет целая армия черных магов. Ну, во-первых, я это знал, что Путин охраняет армия черных магов. Откуда они это узнали? Явно из авторитетных источников, потому что информация секретная. Я маю достоверную информацию, которую мне рассказал шаман Сибири. Вот Мальфарка авторитетный вполне себе источник. Более того, она врать не будет, потому что ей шаман из Сибири это напел. И это очевидно, потому что в 21 веке иначе власть удержать, как ни шаманами, просто невозможно. Большинство россиян об этом не знают. Благодаря сейчас мне, а вообще-то благодаря телеканалу ICTV, они теперь об этом узнают. Класс, есть. Но опять-таки, откуда такая информация вот про этих всех шаманов? Да оттуда же. Я знаю про тех шаманів путинских, про кого никто не знает. Кремльовских чиновников охороняют 33 шамани. 33. Важно, чтобы их было 33. Если один друг сдохнет, то надо срочно искать замену. И в это время кремлевская власть будет как раз-таки беззащитна. А теперь чудеса математики от источника. Это источник украинских СМИ. Если 2-3 додати, то получается шестерка. А ну поспорь с этим. Вата. А теперь посмотрим, что уже предсказывали эти Мальфары, которые все так же востребованы украинским телевидением. Ну а у нас далее так само прогнозы. Наша Тетяна Штанг съездила до Закарпаття и знайшла там справжних Мальфарев. 21 век. Украинские журналисты узнают будущее. У Підніжжя Чорной Гори розпалюемо вогонь. Необхідне зілля Мальфарка зібрала завчасно. И это в новостях показывали. Это показывали в новостях, ребята. Если туда бензика плеснуть, так он еще больше разгорится. И секрет раскрою этой Мальфарке. Ну давай уже предсказание на 16-й год. 2016-й год будет для нашей Украины переломным моментом в ее истории. Главное событие вашей жизни у вас впереди. Моментом, когда наконец наш украинский народ встанет с колена. Вы зацените эту серьезную заточку. Ну надо из-за Донбасса спросить. Это сейчас журналистка будет говорить. А если огонь начал пищать и трещать, так понятное дело, что противостояние будет нарастать. Шишек туда подкинь. Так там такая стрельба начнется. А лучше шифер. Кто же это? Может Юлия Владимировна? На голубом глазу разводит. Ну понятное дело. Савченко. Кто же это? Кто? Савченко. Все. И побежали они с того момента. Заметили? Вот именно с того момента началось масштабное отступление врага. Так и враг отойдет от кордона нашей страны. 14-й год. Новости опять-таки телеканал Си-ТВ. Масштабного вторгнения российских войск аж до Киева не будет, бо Господь бережет Украину. Війна мае скінчитися за два роки. Через три запрацюю безвизовый режим с Европой, а через сім Украина станет наиквитучейшою краиной Европы. Это прогнозы карпатских мольфарьев. Та же самая барышня. Они ее постоянно к Дню победы привлекают. Украину бачить единою. Повернется до нас без війни и Крим. Причому сам попросится. О, стучит кто-то. Наверное Крим назад просится. Нині ж вы знаете, Путін действительно хочет захопить Украину, и его черные планы не выполняются. Масштабного вторгнения аж до самого Киева я не вижу. Ну, слава Богу, масштабного вторжения не будет. А помните, как Путин говорил? Говорит, хочу масштабное вторжение сделать и Киев захватить. Не помните? Ну, да и ладно. В общем, авторитетный источник. Теперь об авторитетных еще. Еще об авторитетах. 1 плюс 1 телеканал. Джамала сьогодні отримала першу нагороду на писанном конкурсе Евробачення. Профессионные жюри письменники відзначили ее за найкращий рядок у конкурсной песни цього року. Первая награда Джамалы не шутки какие-то, если об этом передают украинские СМИ. Ведь правда в прайм тайм по центральным каналам, да? Вот и факты об этом говорят. Евровидение Джамала получила вот первую награду. Профессиональное жюри писателей. Окей, это сама Джамала написала в фейсбук. Профессиональное жюри писателей. Найдем сайт этой организации. Явно серьезной организации. Вот они. Угу. Джамала. Так. Ну, давайте зайдем на их твиттер. На всякий случай. Ого. 149 читателей. 33 нравится. 156 твитов. Да, это просто какой-то монстр, я скажу. Новость о награждении Джамалы. Один в избранном, один лайкнувший. Вы же не пользуются популярностью эта известнейшая организация. Когда у них был первый твит вообще-то? 1 февраля 2016 года? Организации уже 3 месяца. 3 месяца. Понятно, что она международная, авторитетная, серьезная. И стоит о ней сообщать. Подождите, можно на фейсбук все иначе? Ага. 158 людям это нравится. Когда у них первая запись? Давайте посмотрим. Вообще по 2 лайка, по 1, вон 3 было. 6 лайков. Первая запись. 31 января. Ну, в фейсбук этой организации еще более мощная, потому что она появилась за день до появления этой организации в твиттере. Там 1 февраля, а здесь 31 января. Это уже серьезная история. Вокруг шведской арены Глобан торгуют сувенирами. Говорят, самый ходовой товар украинский флаг. Очень многие покупают украинский флаг. У меня уже не осталось в запасе. Это уже телеканал Украина. И вы сами слышали, что самый ходовой товар это украинский флаг. И в запасе у него не осталось. Может быть, конечно же, для вас, уважаемые зрители, украинский флаг это, знаете, что-то неизвестное. Но для каждого украинца, я думаю, ну вопросы возникают по поводу этого флага. Очень многие покупают украинский флаг. Украинский флаг говорит. И наполнилось, знаете, сердце вот сейчас вот только что. Прямо вот сейчас на ваших глазах наполняет это гордостью, шпышаюсь, знаете, что продает флаг неизвестно чей. И говорит, что это украинский. А украинский телеканал под названием Украина, кстати, показывает вот это вот в своих новостях как достижение, как сдобулы. Ну, а теперь о сексе. И опять-таки тот же телеканал Украина. Но о сексе, понятно, российском. Потому что у нас-то такое, а вот у них интереснее. Российские содержанки остались без спонсоров. В разгар кризиса богачи оптимизируют свои расходы. В первую очередь экономят на любовницах. Маленькая, но победа. Российские богачи все-таки получили свое и переходят на ручное управление. А теперь давайте посмотрим сайт, где они показывают этих содержанок. Там по сути, короче, шлюх, которые себя предлагают. Откровенные фотографии в интернете и лаконичная самореклама. Ищу мужчину-спонсора без вмешательства обоюдного в личную жизнь. Внимательно смотрите. Опять уровень гордости и пышаемости скакнул так вверх. Видите? Российским олигархам сейчас не будут давать. Если не будут давать содержанки, то полтавские. Это по-своему круто. Ну а теперь об этом все, все это прокомментирует московская блогер. Ну а спонсора московская блогер Мария уверяет, содержанка и девушка легкого поведения разные вещи. Я ничего в этом стеснительного не вижу. Сразу видно, какие они все московские, конченые. Смотрите, ничего она в этом плохого не видит. Сидеть, расфуфырилась, понимаешь. Тьфу на них, не то что наши. Понимаешь, не то что нынешнее наше. Эх, ютуб, бешенство. Машки. Еще и назовут эти. А ну-ка, кому грозит бешенство Машки. Почитаем про эту россиянку. Московскую блогершу, понимаешь. Фу, какая мерзость. Ой, как невдобно получилось. 20 с небольшим лет назад она родилась в Кременчуге. А перебралась в Одессу. Потом перебралась в Одессу. А потом стала московским блогером, которого приводят уже в пример конченности москвичей. Не видят в этом ничего плохого и опрошенные событиями москвички. Некоторые могут и машину подарить. Спокойствие обеспечиваешь, чтобы девушки было... Ну все, все. Обосновали, короче, что все москвички шлюшки. А теперь эксперимент журналистов. Они якобы поставили туда свою анкету, и им позвонил спонсор. Звонка ожидали 3 дня. Ты должна быть готова по первому моему звонку. Ты должна быть готова по первому моему звонку. А ждали они 3 дня звонка, наладив камеру и сев на диване. В памперсах, наверное, сидела, даже чтобы в туалет не отлучаться, чтобы звонок не прозевать, чтобы оператор успел. Боже мой, да если делаете постановы, делайте их реалистичнее. Ну а мне что-то полагается, квартиру в Москве дорого снимать, у меня еще учеба. Не, ну с квартирой, с квартирой, я думаю, что это проблем не будет. Это понятное дело. А еще я дам тебе мерседес и джинсы с бриллиантовыми стразами. Хороший вброс. Ну а теперь о мальфарах вы говорили. Мальфары, мальфары, вчерашний сюжет. И вот это вот журналист, журналист обижаемого крымско-татарского канала. Он вчера, кстати, в эфире у Шустера говорил, что миротворец это хорошо, лучше бы он вообще ничего не говорил, потому что то, что он говорил, вызывало смех. Я сегодня ехал по радио, слушал, жена президента Буша, младшего, действующего, Джорджа Буша младшего, извинилась перед простой американкой. Публичный, ничего страшного нет, но ошиблась. Публикации общего... Чего-то я не знал про Барака. Ну и напоследок, понятно, что истерику жирной свиньи уже все видели. Давайте посмотрим еще раз. Юлия Владимировна, пожалуйста, извините перед Сергеем Лещенко, который вы вынужден идти из студии. Сергей Лещенко, два часа назад сидел во двер информацию, что его заставили ушти из-за вашего Не за его приходом. Почитайте, пожалуйста, Фейсбук. Я еще раз хочу сказать, мы не ничего оценили дома. Слушайте, не возбуждайтесь. Савик, правильно. Когда Сергей Лещенко заявляет, что его заставили уйти из студии ради Тимошенко, это 100%. Он, получается, соврал, что его просили уйти ради Тимошенко. Никто его не просил уйти ради Тимошенко. Это не его тема. Это Сергей Лещенко. Он заявил, что его заставили уйти из шоу, потому что приходит Юлия Тимошенко. Вот он написал. Если это неправда, пригласите, пожалуйста, в понедельник Юлию Тимошенко, Сергея Лещенко с вами. Я не понимаю. Я не понимаю, как будто... Я сейчас вас на Сергею Лещенко предложу, что сейчас в мой эфир выйдите его дадите. Нет, сейчас уже хватит. Сейчас уже пол второго. Так а что он сейчас прямо в эфире расскажет, что его заставили уйти? Ой, идите. Слушайте, вы сейчас... Слушайте, сейчас вот не начинайте ваши вот эти штучки. Да какие штучки? Мы правду... Мы же правду... Тимошенко заявила, что она не просила, чтобы ты уходил из студии. Ты написал в фейсбуке два часа назад, что тебя заставили уйти. Вот я сейчас в эфире. Эфир на всю страну. Ну хватит. Что вы вообще творите? Тебя попросили уйти из-за прихода Юлии Тимошенко. Что вы творите? Ну пожалуйста, вот он, Сергей Лещенко. Сергей, в следующую пятницу... Пожалуйста. В следующую пятницу... Юлия Тимошенко только вместе пришлось. Он все сказал. Участник преступления России на территории оккупировали... Ну, Виктория, уже бессмысленно. Ну мы же... Мы же ясно не понимаем. Это же... Ты сейчас правду! Я giờ... Мы же... Пệt... Ты... 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 Вы... Ты...